Флэшмоб, выстава, круглый стол и гуторка с ВИЧ позитивными людьми, которые не скрывают свой статус. В аллее Антиснид перетворилась сегодня спортивная зала Гомельского медицинского колледжа. В новошальной установке в эти дни проходят мероприемства, присвященные Сусветному дню боротьбы с Упрацниду. Ее назначается первого Снежня. Марина Джалая с подробностями. Анатоль Лишанок со Светлогорска. Со статусом ВИЧ живет 23 года. Зараз он является наместником старшини Республиканского громадского объединения «Люди Плюс». В складе этой организации жахари Беларуси с вирусом иммунодефицита, члены их семей и специалисты, которые работают в сфере профилактики ВИЧ. Мне сегодня 50 лет, когда мне 28 лет сказали, проживешь 5 лет, я тогда бросил институт, но смысл было учиться. Дальше, если тебе отмерили 5 лет жизни, я закончил институт, все-таки продолжаю работать, жить. Мета бадай кожного мероприемства этой тематики – нагадать людям об шляхах передачи вирусу и одночасово сделать громадство больше толерантным до ВИЧ-позитивных людей. На взрывне интеллекту человек понимает, что ВИЧ – это не грипп, и заразиться при гутерце, и эти рукопотискания не льга. Но при встрече с носьбитом вирусом иммунодефицита, такой лояльности и разумения частей за все не проявляет. Те, кто мает в своем окружении людей с ВИЧ, так само делится своим опытом. У меня есть друг, который ВИЧ-инфицирован. Я с ним знакома уже 5 лет, и я вам скажу честно, что поначалу, когда я об этом узнала, я не столько была испугана, сколько удивлена. Он не боялся говорить об этом, он держал себя уверенно, то есть он не считал это как клеймом на своем имени. Он считал, что это определенная особенность, которую стоит просто пережить и воспринимать так, как это есть. И еще одна складанность. У большинства выпадков об становочем ВИЧ-статусе человек доведывается от медработников, у основных специалистов среднего звена. Как поведомить хворому такую новину, медик повинен володать полными ведами и по психологии. У идеалий необходимо сразу погутырить с ВИЧ-инфицированным, расслумачить, что делать далее. А таких умений у медсестрам частей за все не хапая. И с нуева, у взаимоотносенных медик-пациент, есть еще одна проблема. Как только врач узнает, что к нему пришел ВИЧ-инфицированный пациент, вот с этого момента начинаются элементы стигмы и, увы, дискриминации, которые сегодня не такие жесткие, как было раньше. Когда-то, когда эпидемия ВИЧ только набирала обороты, но тем не менее все это присутствие. Она в таких более размытых формах сегодня. Она скорее имеет вид такого социального контроля. С начала года захворюваемость на ВИЧ у Гомельской области снизилась, прикладно, на 20% в сравнении с летним периодом. В регионе проживает около 8 тысяч человек с вирусом иммунодефицитом. Основным шляхом передачи захворювания по-раннейшему застается половы. Марина Джала, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель».